В Подмосковье участились случаи телефонного мошенничества. Чтобы предостеречь жителей от опасности, сотрудники полиции проводят профилактические акции. Тему продолжит Богдан Колесников. Учисляю вас, что у вас участились случаи дистанционного мошенничества. Звоним на телефон, представляете сотрудниками банка. Вы давно уже знаете? Ну, знаете, хорошо, еще будете. А вы хотите нам что-то включить? Да, конечно. Сотрудники правоохранительных органов беседуют с жителями в парке Малаховское озеро и раздают памятки, в которых описаны основные способы мошенничества. Чаще всего страдает среднее и старшее поколение, ввиду того, что не понимают, боятся и не знают, как себя вести в той или иной ситуации. В рамках акции «Осторожно, мошенники» полицейские рекомендовали не переводить денежные средства на неизвестные счета и не сообщать по телефону персональные данные и коды из СМС-сообщений. Если звонят с неизвестного номера и представляются родственниками, которые попали в беду, нужно повесить трубку и перезвонить близкому человеку. На самом деле эта памятка очень полезна, потому что у меня есть бабушки, дедушки, и я с удовольствием им передам её, чтобы они были бдительными и, не дай бог, не попались в руки мошенников. Пока единственный способ не стать жертвой телефонных мошенников – запомнить. Ни полиция, ни банки никогда не будут просить перевести деньги для решения тех или иных вопросов. Если такой звонок поступил, позвоните на горячую линию банка или в отдел полиции. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.